Всем привет! Я готовлю завтрак. Сейчас я сделаю творожные вафли в электровафленице. Проговорю, какие продукты мне туда пойдут. Ну и естественно я подпишу. У нас кто-то не умеет читать, кто-то не умеет слышать, не может слышать. Поэтому надо и то, и то. 350 грамм творога 9% 1 яйцо 1 столовая ложка сметаны Любой жирности у меня 18% Половина чайной ложки соды и ванилин в этот раз положу. Редко сюда куда кладу, но в этот раз положу. 100 мл молока И пойдет у меня мука рисовая, цельнозерновая, из бурого риса. И овсяная мука. Надо использовать. Та и та уже давно у меня в работе. Половину той положу, половину этого. Сколько я положу, я подпишу. Сейчас мы все это соединяем. Яйцо, сметана, сода, ванилин и молочко. Так, и все собью блендером погружным. Добавлю еще столовую ложку растительного масла. Так, теперь добавим муки. Вот, столовую ложку с горкой рисовой и столовую ложку с горкой овсяную. И размешаю, посмотрю. Добавим еще вот так вот, не полную ложку овсяной и столько же рисовой. Вот так. Буквально немножечко надо еще. Муки здесь надо совсем немного. Я буду делать на электровафельнице, но это можно сделать и на плите. Я пришла выпекать и вспомнила, что я не добавила в тесто сахарозаменитель. совсем про него забыла. И, кстати, соли тоже немножко надо. Вот что значит не попробовать. Я всегда все пробую, а в этот раз почему-то не стала. И даже ведь пришла сюда и не пробую, ничего просто сама вспомнила. Каким-то образом вспомнила. Так. Это можно смазывать, можно не смазывать. Время у нас вышло. Тесто, конечно, немножко жидковатое получилось. Ну, ничего. Итак, все же тесто было жидковатое. Я добавила муки. Я напишу, сколько муки. Вот такое должно быть тесто. Вот сейчас я выпекаю, вижу, все-таки жидковатое, творожное. я делала когда-то ведь забыла, 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 уже все забыла. Постигаю заново науку. Вот. Эти вот более-менее. и вот такие у нас творожные вафли получились. Не очень, конечно, первые получились. Потом я добавила муки. Потом уже более-менее. Всего таких получилось 7 штук и 2 таких жидковатых первых. Значит, 9 штук. Но на завтрак это, конечно, диабетику очень мало, естественно. К этому же будет еще 2 яйца и салатик из помидор. Помидоры Эльгис любит, но я тоже иногда ем. Здесь просто посолено, поперчено, немножко специй и растительное масло. Все. Вот это завтрак моего диабетика на сегодня. Если я кому-то была полезна, я буду очень рада. Если нет, конечно, у вас не может быть оладьев, но если у кого-то есть возможность испекить или просто творожнички можно. Это для разнообразия. Это разновидность обычных сырников. Обычных сырников. Даже вкус такой же получился. Но если этого нет, значит, просто сюда кладем кашу. Кашу какую-то едим, яйцо и салатик. Все. Всем пока-пока. Добра и здоровья вам, мои дорогие зрители. До новых встреч!